Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня моё видео будет о глине. Будет мне не спиться ночью, занимаюсь делами, проверяю комментарии. Вот 15 минут назад, сейчас 23.00. Надежда Кашина присылает ссылку, сейчас мы её посмотрим, на фильм, на мой старый фильм «Москва да потопный не глинка, о чём умолчал Гелировский», на мой первый фильм «О Москве да потопный». Надежда Кашина, я знаю её имя, фамилию в связи с тем, что она активно отрицает глиняные засыпы и в своё время критиковала меня в каких-то там группах, когда-то я читала. Много лет я уже ничего о ней не слышала, может быть, она где-то там продолжает что-то критиковать, но снизошла, так сказать, дошла до моего канала, решила меня тут поучить уму-разуму, бросила ссылку. Я проверяю все подобные аргументы, потому что вдруг что-то не учла, вдруг действительно есть какие-то нюансы, которые вот сейчас всё опровергнут. Поставят, расставят, что называется, точки над «и». Переходим по ссылке. Снимаю специально в прямом эфире для того, чтобы если вдруг какие-то даты или ещё что-то будут заменены, то можно будет сделать отсчёт от сегодняшнего дня. Сейчас 16 октября 2019 года, 23 часа ночи. Итак, применение глины для гидроизоляции, проверенное временем решения или пережиток прошлого. И такая статья на сайте, который занимается гидроизоляцией. Старину у нас отправляют строители древних пирамид. И вот когда же народы холодной, влажной, центральной и северной Европы переняли римские инженерные приёмы в строительстве, откуда им интересно и известно, ну а не знаю, да, им видней. Надо же что-то на сайте написать. Хорошо, им пришлось серьёзно задуматься о защите подземных частей сооружения от влаги. В какой-нибудь Голландии, которая сплошь болота, без этого никак, строительная практика показала, что лучшим и единственным при том уровне развития технологий видом изоляции является глина, при том уровне развития технологий. По счастью, подходящая глина для гидроизоляции зачастую встречается в низменных районах с влажным грунтом. Подходящая глина для гидроизоляции. Вот, видимо, когда бросают эти ссылки, они сами ничего не читают. Они просто вот, о, увидели? Да, вот она глина, вот дома в глине, и вот оно для чего. Это, оказывается, гидроизоляция. Я так понимаю, что Надежда Кашина именно в связи с этим кинула мне эту ссылку. Но, внимательно не прочла слово, подходящая глина для гидроизоляции зачастую встречается в низменных районах с влажными грунтами. В низменных районах с влажными грунтами. То есть это уже, на этом уже можно было бы поставить точку, и дальше ничего не говорит, потому что дома, которые засыпаны глиной, метровыми слоями глины, они находятся не только в низменных районах, они находятся везде, и в высоких районах, и в невысоких районах, и в низменных, и в равненных, каких угодно. И здесь есть дальше содержание, виды и советы по устройству глиняного замка, краткий экскурс в историю, видео тут даже есть. Краткий экскурс, естественно, надо посмотреть, что же там по истории у нас, товарищи пишут. До середины 19 века при строительстве подвалов на увлажненных грунтах использовалась традиционная и надежная технология, фундамент, сложенный из кирпича, либо бута, на известковом растворе обмазывался слоем глины толщиной 8-10 сантиметров. Опять-таки, толщиной 8-10 сантиметров. Видимо, Надежда Кашина это тоже не учла, что у нас метровые слои глины, а здесь толщиной 8-10 сантиметров, которая затем закрывалась натуральной рогожей. Снизу в качестве дренажа подсыпался слой кирпичного щепня, при значительном увлажнении грунта укладывались дренажные трубы. Так построено множество европейских городов в регионах с влажной почвой. Доказательства, плиз, в студию. В России яркие примеры Санкт-Петербург и Калининград. Многие подвалы в них располагаются ниже уровня грунтовых вод и при этом остаются сухими. Система подземного дренажа и глиняной изоляции найдены археологами при раскопках сооружений времен XIV века в Новгороде. Пожалуйста, плиз, плиз, пожалуйста, доказательства в студию. Ссылки, пожалуйста, на доказательства. Течи в подвалах старинных зданий возникают в тех случаях, когда при прокладке коммуникации нынешние строители нарушают старинную глиняную гидроизоляцию и пытаются восстановить ее современными, привычными им средствами. Вот таким образом. Ну и дальше тоже рекламируется этот слой гидроизоляции. Рисунок у нас показан. Очень часто строители делают ошибки при строительстве зданий в глинистых грунтах, копают котлован, сооружают подвальный этаж, а обратную засыпку производят, как принято, песчаногравийной смесью, чтобы нейтрализовать пучинистые воздействия глины на фундамент. Строители хотят как лучше, а получается, как всегда, глинистый грунт воду задерживает, а песчаный, как губка, отлично впитывает. После дождя вся вода уходит, песок, там остается засыпка вокруг здания значительную часть года насыщенной водой. То есть все дураки, получается, строители, все, кто строил с конца, с середины XIX века уже по новым технологиям, 20-21, они все просто идиоты. А вот здесь товарищи умные, они раскрыли секрет идиотизма всех строителей Европы, России и других городов, где есть низменность и влажный и холодный климат. Глина является самым популярным гидроизоляционным материалом при строительстве прудов и водоемов. А еще глина является прекрасным материалом при деактивации, радиации, при захоронении чумных кладбищ, когда многими слоями глины это все закрывается шубой такой большой и толстой, и там под ними гниют и остатки животных, и погибшие люди, погибшие от войны, от радиации. Все очень хорошо. Глина все это надежно скрывает, и наверх это ничего не поступит. И те люди, которые придут вновь на глиняную почву, на глиняные города, засыпанные глиной, они смогут нормально жить, и будут предохранены их жизни от неприятных воздействий предыдущих погибших цивилизаций, погибших от радиации или чумы, или еще какой-то нехорошей вещи. Я делаю этот обзор для того, чтобы зафиксировать отсчет от этого времени, сегодняшнего числа, 16 октября 2019 года, сколько будет вбросов на эту тему о том, что глина, это так строили, это всего лишь гидроизоляция для этих домов. И все, ребята, все, закрыли тему, нужно расходиться. Но я пока продолжу свое исследование небольшое. Ну и тут про промышленные маты и так далее. То есть они рекламируют свою работу. Как правильно выбрать глину, как сделать глиняный замок. И вот тут вот все, тут глиняный замок тут есть. Только кирпич у нас, вот у нас есть фундамент, у нас есть глиняный замок. Слой мятой глины щебнем, а не чистой глины. Вот, Надежда Кашина, внимательнее смотрите свои материалы, которые вы сбрасываете, как ваши аргументы. Ваши аргументы рассыпаются моментально, когда только начинаешь проверять. Это не чистая глина. Здесь слой мятой глины щебнем. Есть фундамент и есть кирпичная стена, как положено, которая стоит на фундаменте, а не уходит в чистую глину вниз, как при засыпанных городах, которые засыпаны глиной. Ну так вот, вот этот сайт. И теперь здесь у нас есть видео, на которое, в общем-то, ссылаются как вариант какой-то, как реклама. Вот это видео. Давайте его посмотрим. Устройство глиняного замка. Здесь посмотрим. А мы перейдем на YouTube. Я хочу посмотреть на автора. Кто такой у нас автор? У нас тут одна минута этого идет, показывается. Устройство глиняного замка. Так, это у нас 15 тысяч просмотров, 845. Загружено видео 11 июля 2013 года. 6 лайков, 15 дизлайков и 3 комментарии. Но здесь виден только один. А почему шепотом и глину нужно вымешивать до состояния сметаны? То есть кто-то будет вымешивать глину до состояния сметаны. А посмотрим, кто такой Константин Тихоненко, автор этого видео, который на том самом сайте. А Константин Тихоненко у нас товарищ с Украины. Почему-то на российских ресурсах никто глиняные замки не делает. Вот как-то Надежда Кашина не нашла такую ссылку. И главное, видео у него решил дебил наискосок лежачего переехать. Я знаю, как делают, но зачем же подрезать правый ряд. Эти аргументы, уровень. Что он там еще сделал? Два молодца. Обложили с двух сторон. И этот автор, это видео этого автора у нас фигурирует на сайте, который мне сбросила Надежда Кашина. Особо как-то не впечатлился никто этим видео. Не понравилось оно. То есть люди-строители, они не восприняли с большим энтузиазмом этот глиняный замок, который вот он здесь есть. Ну, так сказать, дело человека делает. Решили они это пропагандировать на своем сайте. И почему-то Надежда Кашина это тоже решила, что это очень интересный. Она, видимо, не строитель, и стройками не занималась, и строителями не общалась, и строительного образования никакого не имеет. И вот она в это верит свято, что глина это просто так строили, насколько я поняла. Она мне для этого скинула эту ссылку. На то, чтобы подтвердить, что Надежда Кашина действительно придерживается именно этого мнения, и я об этом говорю, еще читала ее комментарии, и, сказать, критику у меня, в том числе, еще несколько лет назад, я не поленилась, нашла все-таки ее комментарии в ВКонтакте. И вот есть такая статья. Здесь какая-то статья о чем-то идет, интересный комментарий Надежды Кашиной, хотя у нее у самой очень много интересных исторических таких вот материалов, там о крепости звезды, у нее масса интересных вещей. Но она категорически, вот как лбом об стену, что по лбу, что в лоб, она категорически не приемлема для того, что глиной засыпали города. Вот уже с 17-го года, а это 17-й год, да, прошло сегодня на дворе 19-й год, два года прошло, она все то же самое эти ссылки шлет. И что касается именно засыпа глины, тут идут разговоры, сейчас завалено. Вот, у меня крепость в центре, видимо, спор там шел, не буду все читать. Начну с этого. У меня крепость в центре города, по официальной версии, существовавшей до 1837 года, почему-то глиной на 2 метра завалено, а рядом дома лет через 30 построены. Кстати, получается плюс 30, это 1860 год, что вполне вписывается, я даже не знала про этот комментарий, вполне вписывается в мою версию засыпок глины городов. Построено ничего как новое. Она пишет, присыпали крепость согласно технологии строительства. Вот доказательство того, что Надежда Кашина уверена, что так строили, что глина, дома в глинах, это так строили. На то, что она сама пишет, присыпали крепость, а не засыпано все вокруг метровыми слоями глины. Надежда, ну как-то вообще, да, адекватнее собственным материалом будьте, если уж вы беретесь за эту тему, тогда как-то изучите материал, свои собственные даже слова. Надежда, нет, не присыпали, ничего на ее месте не построено, ничего, не деревце. Да, рассмотрела высокие технологии строительства, без двух с половиной метров глины, но никак. То есть, Иван, вот он, спорит с ней. Ее еще откуда-то привезти надо было, впрочем, у нас эта глина примерно на два с половиной метра вдоль русла Волги и по бокам завались. Кстати, крепость деревянная, за одну зиму легко было, ушла, видимо, тогда уже спилили. Ну да, ушла на растопку, у нас ничего не пропадает, считает Надежда Кашина. Погреба, подземные лабиринты, ходов остались, они под каждой крепостью, они есть, глина 50% в составе всех почв на земле, очень хороший гидроизолятор, таких местах, где ее много и строили. Вот, видимо, в связи с этим, она мне прислала эту ссылку, она считает, что хороший гидроизолятор. Больше никто не поддержал автора по поводу глины, хороший гидроизолятор, но Надежда Кашина, она вот поддержала, она это взяла на вооружение. Других материалов, аргументов, видимо, больше нет. Дальше Иван Испорт, нет, не ушла, а в том-то и дело, что относительной целости и сохранности засыпы деревянные. Иван, то есть она засыпана, она никуда не ушла, она просто засыпана глиной. Надежда Испорт, Иван, а что говорят археологи, может быть, такие двухметровые заносы связаны с наводнениями, то есть если не так строили, то значит наводнение. То есть эти версии, они как раз активно навязываются в интернете, которые противодействуют аж с пеной у рта. Таксаль это тоже категорически отрицает, что вот на это все наводнение. Вот Волга, могучая река, в 1856-1862 годах вода поднималась вблизи Самары. Вот что писал об этом академический месяц и слов. Волга и Самара, разлившиеся на необозримое пространство, взволновались, огромные бурые залы поднимались на поверхность воды и подбрасывали суда, как щепки. Волнение было так сильное, что во многих местах посносило надворное строение, даже дома, затопленные талой водой, дома, крыши, заборы, бочки и разные домашние отверстики массами носились по воде. Интересные факты. Он ей пишет, Надежда, это достаточно высоко. Горы от Волги пиликать и пиликать. Естественно, те, кто жил и живет в Нижнем Новгороде, они прекрасно знают, что откос 200 метров над уровнем моря. Как раз я об этом говорила, что никакие разливы Волги на эти 200 метров глину не закинут. Это значит всемирный потоп. Это значит вся остальная земля, которая внизу, там все, ку-ку, полная. Не, по барабану. Вот Иван пишет, пытается еще как-то аргументировать. Горы от Волги пиликать и пиликать, что говорят археологи. Официально не знаю, знакомые ребята историки, потоп был однако. Есть еще очень много интересного. Я на это дело года два только под сил, но у меня своя территория для исследований, а их не рассматриваю вообще как источник, больше доверяя своим глазам. То есть она дала ссылку на АИФ. Аргументы и факты. Опять начинается. Иван, уровень Волги поднимался до 14 метров. А у нас, Надежда Каштин, скажу, что для того, чтобы завалить верхнюю часть Нижнего Новгорода, Волге надо было подняться до 200 метров над уровнем моря. Разлив до 30 километров в ширину. А у нас все города засыпаны, где есть Волга, где нет Волги. Глины на несколько метров. Москва в том числе. Доверять АИФ можно. Факты о наводнениях проверить в других источниках. Почитайте. То есть очень так спокойно и аргументированно, как считает сама Надежда. Она вот объясняет недалекому этому Ивану, что, в общем-то, только так и может быть. Ну и дальше. Аргумент Надежды. Многие птицы строят гнезда с глиной. Медведи выбирают глиняную почву для берлок. Ну, хорошо. Давайте посмотрим видео. Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт был удален. Ну, не повезло. Хорошо. Дальше. Надежда. Этот район не попадает под затопление даже при прорыве Жигулевской грязи. Ну, бесполезно. Иван, вот он хоть в лоб, хоть по оба им говорит. Она считает, что так строили. Она будет про медведя рассказывать, еще там про что-то. Он ей говорит, что невозможно это, что аргумент не работает, никак не катит. Но Надежда будет продолжать упорствовать и в связи с подкреплением своих, собственно говоря, аргументов о том, что так строили, просто так вот глина, что это наводнение, потому что так бывает. Оно есть на старинных картах. В Самарах древнейшие понятия, конечно, добрые самаритянины наследили в Шумире, Сибири и Персии, Крыму. Почитайте исследование Ирины Цезарь и приводят зачем-то видео. А видео это, что в Кузбассе сняли на видео. Как вот идет, так я все это видео показывать не буду, вы сами сможете посмотреть. Я перейду опять на канал и посмотрю, что нам говорит видео. Итак, страшный оползень в Кузбассе сняли на видео 18 апреля 2015 года. Новости. Видео Александр Гинниятуллин по информации местной СМИ из-за инцидента на соседних угольных предприятиях нарушился процесс вывоза угля. Предполагается, что причиной обвала стала ошибка при проектировании горных работ. На кадрах, опубликованных пользователем YouTube, видно, как лавина из снега и горной породы не из глины написано, а лавина из снега и горной породы постепенно перемещается на дорогу, одновременно с этим ломая деревья, сгибая линии электропередач. Очевидцы сняли впечатляющее видео, на котором происходит оползень на разрезе заречной недалеко от Новокузнецка. Обвал горной породы случился 1 апреля, повредил лэб, перекрыл автодорогу, кузнец и так далее. То есть, глины здесь нет. Здесь обвал в результате ЧП неправильного нарушения технологии. Вот в результате чего в конкретном локальном случае случился этот оползень, который Надежда Кашина выдает как аргумент того, что так строили. Ну и дальше человек, собственно говоря, уже спорить с ней уже не может, Иван, и на этом все закончилось. К чему я это все говорю? Возвращаюсь. Я говорю, что от этого момента давайте посмотрим, сколько будет вбросов теперь на вот эту тему от того, что глина, что это так строили, что это просто глиняный замок. Причем эти люди, которые категорически отрицают очевидные вещи, засыпок глины метровыми слоями чистой глины городов, они друг с другом, я уже повторяюсь, я это уже говорила во многих фильмах, они друг с другом не спорят никогда. То есть одни говорят, это наводнение водой принесло, вторые говорят, это так строили. Они друг другу никогда не противоречат, но они очень агрессивно, напористо спорят против очевидных вещей, которые уже многие люди увидели, поняли, и эти аргументы не работают, люди пытаются как-то говорить, что нет, вот в нашем случае не проходит, невозможно объяснить, особенно люди, которые еще мало в теме, у них мало настоящих аргументов, но эти товарищи, они все равно проталкивают, пытаются почему-то с каким-то таким настойчивым, ну, тупостью, с какой-то такой настойчивость протолкнуть именно эти аргументы, что так строили, или это наводнение, вот зачем им это нужно, почему они это делают, вот хотелось бы, чтобы Надежда Кашина или такие, как Сергей Саль, которые считают, что это наводнение, очень категорически отрицают засыпы глины, чтобы они сами себе задали вопрос, а для чего я проталкиваю именно эту версию, что это не засыпы глины городов, что какой-то умысел, что это просто наводнение, или просто так строили, или так строили, или не наводнение. Уже про культурный слой они не говорят, они говорят, так строили или наводнение. Аргументов ноль, как мы посмотрели, никаких. Никто их не поддерживает, но они это все равно пихают. И тем самым была сегодняшняя и ссылка этой Надежды Кашиной, которую я показала, отвлекаясь немножечко от основной своей темы. Но эти аргументы необходимо тоже исследовать, надо их изучать для того, чтобы понять. Понять аргументацию этих людей, понять для чего. Для того, чтобы действительно, если вдруг, есть какие-то серьезные, ну вот серьезные, вдруг они накопали что-то, вдруг что-то нарыли. Действительно, какой-то серьезный аргумент. Но пока это все вообще Филькина грамота, это все какой-то детский лепет. И вот с таким серьезным видом, человек, который вроде как бы не глупый, там хорошие материалы интересные, там Пыжик его уважает, я смотрю на странице, зачем она кинула мне эту ссылку, Надежда Кашина, в общем-то, сами с собой как-то поговорите, зачем вы это делаете. Это вы не по адресу обратились. Благодарю за внимание и следите за новостями, как будут вбрасываться вот эта версия появившейся глины, засыпанных городах глины, что это гидроизоляция. Просто вот запомните это число 16-е, 10 октября 2019 года, 23 и уже 23.30. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.